здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале уральская кудесница меня зовут нато и у меня сегодня очередной эксперимент кому интересно оставайтесь очередной эксперимент это поработать с остатками пряжи в технике я бы назвала пицца но эта техника называется не пицца хотя в принципе метод такой же как купиться а крэйзи вул девочки огромное вам спасибо что вы в своих комментариях оставляете мне полезную информацию я многого не знаю и многому хочу научиться посмотрела конечно я в интернете что такое крэйзи вулл и это бешеный бешеная шерсть при помощи шерсти выкладываются замечательные узоры я буду использовать вот такие остатки нити от вязания здесь у меня не одна шерсть шерсть у меня вот по моему только 2 моточка остальное у меня здесь синтетика акрил но пряжа очень красивая я ее буду использовать в этой технике и так пряжа у меня есть подобрала и вот в таких ярких оттенках весна хочется мне прямо уже лето-лето дальше взяла вот такой лоскуточек ткани форме квадрата со сторонами 30 сантиметров ткань у меня тоже очень яркая теперь переворачиваю ее и дальше при помощи вот таких своих шерстяных ниточек я буду просто выкладывать узор и буду использовать в этот раз не флизелин не дублерин не клеевую хочу просто одни ниточки а вообще в технике крэйзи вулл очень часто применяют водорастворимый флизелин но нашем городе он не продается а в интернет магазинах он стоит достаточно дорого и я решила его пока не приобретать а научиться делать эту технику более доступным способом только нити и дополнительная конечно возьму хотим все девочки выкладывай узор взор можно выкладывать любой беру нить другого оттенка и тоже ее выкладываю на свою заготовку можно конечно было использовать и цветную часть моей волоскута но у меня другие планы самое главное не забывать по краям тоже раскладывать нить чтобы все-таки толщина работы везде было одинаково и теперь я попробую выложить какие-нибудь такие рисунки такой красивой нитью завитушки кругляшки возможно даже и цветочки посмотрим что получится нить у меня вся запутанная то я ее даже не буду распутывать хочу я попробовать эту технику узнать получше все таки наверное я закажу себе водорастворимый флизелин и может быть что-то интересное сделаю интересное я имею ввиду что какой-нибудь шарфик ой смотрите вот видите аккуратно надо все у меня сбежало может быть а сумочку нет сумочка скорее всего не получится у меня осталось очень много пряжи от прошлой жизни когда я взяла на заказ мои клиенты маленькие моточки не забирали оставляли мне пряжа копилась кое-какую я использовала а кое-какая осталась поэтому в этой технике я тоже поработаю мне пока мне нравится посмотрим что будет дальше а 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 достаточно я все-таки тренируюсь и дальше девочки мне тоже посоветовали в комментариях использовать обычный лак для волос специального лака у меня тоже нет и в нашем городе он не продаются да девчонки живу я вот таком замечательном городе где всего два магазина ткани нанесла меня судьба судьбинушка все-таки мне сказали что лак для волос может как-то скрепить между собой лоскутки но посмотрим эксперимент полный эксперимент достаточно думаю сейчас мне надо будет накрыть все это фатином у меня вот такая узкая фатиновая лента я ее буду накрывать в несколько слоев тоже ничего страшного нет швы видны не будут это я точно говорю гарантирую сейчас нагрею утек и все хорошенечко пришпарю так вот сейчас у меня все это выглядит ну да лак немножко скрепил согласно удобно теперь я все наколю булавочками мне кажется вот когда используешь длинные нити удобнее они как-то цепляются друг за друга и никуда не убегают по сравнению с обрезочками ниточек которые я использовала ранее там они конечно у меня все убегали мне пришлось все наметывать а здесь они как-то держатся за друг дружку и цепляются теперь я простегаю это арт-полотно вот такой в итоге у меня наивное арт-полотно получилось смешное но ничего это первые шаги мне честно говоря понравилось и когда вот такие нити длинные стягать проще рисунок некуда не сбегать тем более большое еще раз спасибо девочки за лак для волос на самом деле все это приклеивается все это держится и не надо тратить большие великие деньги на спрей специальный для ткани фиксатор можно и пользоваться обычным лаком для волос и тем более я повторяюсь что вот эти длинные нити они сами друг друга держат что я поняла что можно выкладывать совершенно разные узоры рисунки можно даже пейзажи выкладывать вот такой шерстяной нитью я в дальнейшем обязательно попробую но стежка у меня здесь я пыталась изобразить мозги ну вы нас мозга был полностью у меня я привыкла то есть я много лет пыталась сделать ровные строчки сейчас мне надо все наоборот делать волнистые строчки мне перестроиться очень тяжело но я учусь я в процессе я это вижу я не выдаю это за какой-то шедевр нет не шедевр это мою это мое обучение а так что сильно строго не судите нос для себя решила что сделаю себе заготовки буду конечно учиться стягать волнистыми линиями обратная сторона у меня выглядит вот таким образом и здесь у меня все я делала все красными нитями конечно но мне техника девочки понравилось это crazy вол и я так думаю что я наверное в дальнейшем буду усовершенствоваться обучаться искать информацию пробовать честно понравилось но вот вроде все найдутся такие кому понравились мои эксперименты до камеру ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк подписывайтесь на мой канал у меня для вас будет много нового и еще раз вам прям всем благодарна за комментарии которые носят ценную для меня информацию но вот вроде все а из этого полотна я буду делать самую простую корзинку до встречи на моем канале пока пока